Привет, меня зовут Софья Мироедова, я думаю, что вы догадались об этом, потому что вы находитесь в аккаунте моей школы Мироедова School, и сегодня я буду рассказывать про журнальную иллюстрацию. На самом деле эта тема взята не с потолка, потому что, во-первых, я давно занимаюсь журнальной графикой, и это, наверное, моя основная деятельность, и, во-вторых, у нас в Мироедова School сегодня вышел курс по журнальной иллюстрации. На самом деле можно очень долго говорить на эту тему, поскольку журнальная графика — это практически родоначальница всей современной иллюстрации. Конечно, в первую очередь мы можем вспомнить книжную графику, да, картинки в книжке, иллюстрации и прочее, но всё-таки в таких масштабах, каких достигла иллюстрация сегодня, она как бы... Всё это благодаря тому, что появилась журнальная графика. Извините, я немножко переживаю, потому что стрим для меня всё время волнительно. Так вот, где-то на рубеже 17-18 веков начинают появляться журналы, поскольку упрощается процесс производства, соответственно, периодики, ну и печати, и становится всё больше и больше периодических изданий. Сначала это, разумеется, для светских дам и светских джентльменов, а потом уже всё чаще и чаще попадают данные для обычных людей в какие-то лотки, в магазины, и, соответственно, уже к концу 19 века мы имеем гигантское разнообразие журнальной иллюстрации и, соответственно, огромное поле для работы журнального графика. Но я не буду сильно углубляться в историю, поскольку у меня куча видео на эту тему. Так вот, именно благодаря вот этому рубежу 19-20 века и огромному богатству стилей, которые появились тогда в журнальной графике, именно в журнальной, да, после уже в рекламе, там, фэшн и прочее, но изначально именно в журнале, мы и имеем, в принципе, такое разномастное, да, вот это вот великолепие техник, материалов, иллюстраций, которыми мы сегодня можем пользоваться. Ну и, конечно же, чем дальше влез, тем проще становилось производство иллюстраций, начиная от того, что, в общем-то, стало проще переносить её в журналы и заканчивая тем, что, соответственно, иллюстраторам стало проще её рисовать, потому что появились компьютеры. Это, конечно, очень классно, спасибо большое прогрессу, но, по сути дела, работа с журналами интересна не только тем, что это такое заслуженное, да, уже направление, и там, как бы, можно заработать каких-то денег, да, но это ещё и интересно. То есть, если мы говорим про работу с рекламой, то там могут возникнуть вопросы, потому что арт-директора в рекламной индустрии пытаются навязать своё мнение, и там уже творчества для иллюстратора ноль, по большому счёту. В журналах творческий процесс ещё трепещет или трепещит. То есть, вы берёте статью и иллюстрируете её практически так, как хотите. Конечно, здесь всё зависит от того журнала, с которым вы работаете. Лично мой опыт показывает, что вообще очень большую роль играет просто человеческий фактор. Ну и, конечно же, стилистика самого журнала, да, направление, в котором развивается это издание. Что касается меня, я, конечно, не могу сказать, да, что там 99% моей жизни занимает иллюстрирование журналов, но я могу сказать, что 80% всех моих заказов действительно состоит из журнальной графики. И это не случайно. На протяжении последних 10 лет я очень много иллюстрирую журналы для рекламы, для музыки и так далее. И фактически именно это направление прельщает меня больше всего, так привлекает, поскольку там, как я уже говорила, есть нотка творчества. И, соответственно, поэтому я знаю достаточно много именно о том, как работать, например, с лайфстайл-журналами, и чем отличается эта работа с работой над аналитическими журналами. То есть одно дело рисовать в GQ, и совершенно другое дело рисовать для какого-нибудь бизнес-издания. Разные направления, разные стили и техники, и разный подход с точки зрения арт-дирекции. Вообще, конечно, когда у меня был первый заказ, это не было так, что хоп, и я начала рисовать журналы. Нет, все было постепенно. Наверное, как у всех. У всех своя какая-то история приближения к профессии мечты. И моя была достаточно такой, обыденной. То есть я рисовала с детства, мне это нравилось. Я входила в одну художку, в другую, потом поступила в ВУЗ, потом в другой ВУЗ, переехала в Питер. И к тому моменту, то есть к моим, получается, 18-19 годам, я уже рисовала какие-то обложки для музыкальных изданий, для моих знакомых музыкантов, какие-то клипы тоже музыкальные рисовала. Но это все равно было скорее творчество, чем какой-то коммерческий заказ. Просто попросили, я смогла нарисовать и была рада пригодиться. Но в какой-то момент я подумала, что так, окей, я там учусь в университете по граф-дизайну, но дизайном я не очень хочу заниматься. Я хочу рисовать, мне нравится рисовать. И как-то же, наверное, можно этим заработать денег. И тут я поняла, что, ага, можно, есть такая профессия, как иллюстратор. А в 2008 году еще не было так это развито, как сегодня. Это сейчас все знают, кто такой иллюстратор, что такое иллюстрация. И все так, воодушевлены этой профессией. Тогда было совсем не так. Это было время, когда начали появляться крупные ресурсы, где можно было публиковать портфолио. Примерно как раз в этих седьмой, восьмой, девятых годах. Это Russian Creators, это Revision, иллюстратор.ру, да, из российских. И, соответственно, я выложила туда свои проекты для музыкантов и разосла портфолио по разным журналам. И как я все время рассказываю и шучу о том, что ни один из тех журналов мне не ответил, но при этом пришел тот журнал, о котором я даже не могла мечтать. Это был журнал «Сноп». А чтобы вы понимали, «Сноп» в 2009 году был как бы в кульминации своего развития, потому что у них были большие бюджеты, у них были интересные материалы, и с ними было классно работать, все мечтали. И тогда я подумала, когда получила заказ от Саши Кузнецовой, подумала, что ну все, жизнь надалась, можно больше ничего не делать. У меня получила заказ от «Снова». Это периодика, это работа с текстом, это такие многоплановые иллюстрации, о которых я всегда мечтала. Вот оно, то самое, чего я ждала и хотела. И на самом деле оказалось, что нет, это было только начало, это была отправная точка. И, конечно, признаюсь честно, что таких гонораров, как в 2009 году в «Снове» больше никто не платит, потому что журналы, в принципе, это не самое коммерчески успешное направление для монетизации таланта. Намного больше денег платит реклама. Но лично мне больше нравится рисовать журналы, потому что... Не потому, что у меня так много денег, что мне они не нужны, а просто потому, что мне интересно. Мне хочется, чтобы мне было интересно работать. Именно поэтому я не пошла работать в офис, не пошла там дизайнером. Мне хотелось рисовать, чтобы мне это нравилось. И после снова пришел журнал «Мэнс Хэлс», потом пришел «Джикью», какой-то журнал о путешествии Тайя и много-много других. И в конце концов, через пару лет на меня наткнулся финансовый директор, с которым мы до сих пор сотрудничаем. То есть это на протяжении уже пяти или шести лет. Я рисую ему главные иллюстрации на обложку и в содержание журнала. И это всегда приключение. И самое классное то, что в рекламе всегда кто-то над тобой давлеет, и кто-то пытается тобой манипулировать. Хотя ты творческий человек, ты вроде бы должен сам генерировать какие-то мысли. Но в рекламе так не получается, и, может быть, слава богу. А вот в журналах там как-то больше свободы. И вот при том, что в разных направлениях, разное общение с арт-директорами, все равно как-то ты понимаешь, что ты нарисовала картинку, и она твоя, и она классная. Пусть там она не идеально вписывается в твой стиль, и ты там не выложишь ее в портфолио, но процесс рисования был в наслаждении. И вот как раз-таки об этом второе, о чем я хотела поговорить. Чем отличаются разные журналы? На примере моих любимых клиентов GQ и финансового директора. Это просто такой суперяркий пример и яркая иллюстрация к моим мыслям. GQ. Всем известный журнал. Лайфстайл, мужской, со всякими прикольными штучками, на такой легкой волне. Но вроде бы несерьезное издание. Кто читает GQ? Все такие, ой, я не читаю, я не читаю. А на самом деле читают все. Кому не скажешь, что я рисую в GQ? Да все знают, что такое GQ. И у всех, я думаю, один-то номерок точно где-нибудь есть. Потому что, по-честному, мне очень нравится это иллюстрировать. Там все время такие классные тексты, которые наполнены образами, и можно их вытаскивать оттуда и лепить уже что-то свое. То есть переводить литературный язык на визуальный, потому что очень богатые статьи, колонки, какие-то шуточные энциклопедии, дайджесты джентльменов и так далее. Очень здорово и особенно приятно то, что когда вам присылают верстку и ТЗ, вы не обременены каким-то четким брифом. То есть арт-директор, при том, что арт-директоров и дизайнеров сменилось очень много за время моего сотрудничества с GQ, присылает верстку, ну то есть получается разворот или одну полосу журнала, где такой серенький квадратик, который обозначает иллюстрацию. И говорит, что вот статья, вот сюда нужна картинка, типа рисуй, все, класс. На этом у тебя есть пять дней. За пять дней нужно сделать эскиз, утвердить эскиз, финализировать картинку и утвердить картинку. Казалось бы, да, очень сжатые сроки и нужно очень быстро реагировать, а если еще какие-то заказы, то ну совсем очень быстро. И это многим не нравится. И возможно из-за этого не все любят журнальную графику, но я люблю именно за это, потому что не нужно рассусоливать, не нужно там сидеть целый месяц над одной картинкой. Ты как бы рисуешь, ты все время в процессе. Вот там картинка для GQ, для Men's Health, для Snop, еще для кого-то. И получается, что продуктивность очень высокая. И процесс постоянный. То есть ты не выходишь из процесса, постоянно генерируешь новые и новые иллюстрации. И соответственно вот в работе с GQ это всегда мысль иллюстратора. То есть ну когда я даже общаюсь с коллегами, там с Витей Гаусс или с Галей Губченко или с Лешей Курбатовым, все мы в принципе работаем и с GQ, и с другими известными изданиями. И все отзываются о работе с GQ, именно вот как о такой легкой работе, поскольку ты можешь вложить что-то свое. Ты можешь быть соавтором статьи, и это очень приятно. И совсем по-другому обстоит работа с финансовым директором. Но при этом я не могу сказать, что что-то из этого мне нравится больше. То есть GQ все понятно, да, то есть это журнал для джентльменов, да, Gentleman's Quality, и там всякие прикольные штучки можно почитать, посмотреть, и в общем-то забавно. Но при этом ты все равно сама придумываешь какие-то истории, да. Если у тебя есть на это время класс, если нет, то ну в общем-то нужно, значит, его как-то выделить. Но при этом ты можешь придумать эти истории. То есть иллюстрируя колонку Лидии Масловой про там секс и все такое, ты понимаешь, что все слова, написанные там, тебе понятны, ситуации ясны, и ты можешь как-то интерпретировать их. В работе с аналитикой, в данном случае с финансовым директором, все совсем по-другому. Я ничего не понимаю в финансах. Я даже налоги плачу с трудом, потому что я не могу их посчитать. Короче, с цифрами у меня вообще не очень. И все, что связано с этим, для меня просто темный лес. И поэтому, если бы мне просто арт-директор, финансовый директор сказал, вот статья, проиллюстрирую ее, то у меня могли бы возникнуть сложности, потому что, возможно, я бы не смогла найти правильные и понятные аллегории для этой аудитории. То есть все-таки финансовый директор рассчитан на очень узкоспециализированную группу людей, да. То есть это не просто джентльмены, да, а это бухгалтеры, да, финансовые директора и прочие ребята, которые черпают там какие-то знания, новости, да, и так далее. И поэтому, конечно, если там разговор о том, как свести, не знаю, бюджеты в первом квартале такого-то года и чем это чревато, какие там изменились показатели, ну, то есть у меня были бы, наверное, идеи на уровне там школьника, да, потому что я особо ничего об этом не знаю. Там какие-то, наверное, эти, ой, господи, диаграммы, что-то такое. Короче, не знаю, машина времени может быть. Но все равно очень мало каких-то таких доступных идей. И здесь большой плюс в том, что арт-директор, финансовый директор всегда это понимает. То есть он знает, как общаться со своей аудиторией и дает рельсы, да, направляющие. Конечно, мне не присылают полностью готовый эскиз, да, мне присылают идею. Ну, то есть вот там какая-то тема статьи, которая для меня пустой звук, но на нее нужно нарисовать финансового директора, который стоит на айсберге и вот на этой крошечной части айсберга, которую видно, втыкает в нее, значит, флаг, а внизу остается все вот это вот, вся остальная часть айсберга, все есть 90%, и внутри заморожены, там, купюры заморожены. И, соответственно, все. Тут мне уже понятно, что рисовать. Другое дело, что мне нужно все равно придумать, с какого ракурса я это нарисую, какой характер придам там этому финансовому директору, который втыкает этот флаг и так далее. То есть интерпретация все равно за мной. Творчество максимум. Но вот этот вопрос с тем, что я обращаюсь к незнакомой мне аудитории на понятном этой аудитории языке, он, конечно, очень удобен. И поэтому, насколько мне известно, все узкоспециализированные журналы так или иначе стараются немножко разъяснить иллюстратору тему, с которой они работают. То есть если это там маркетинг, да, и какое-то узкое издание о маркетинге и о том, как там находить цели, таргеты и прочее, то, соответственно, они помогают найти аллегории, которые будут понятны их аудитории. То есть для меня, например, да, там целевая аудитория – это может быть какой-то действительно там бинокль нацеленный или что-то такое. Но, как оказалось, не для всех маркетологов это прям так понятно. То есть они видят шире эту тему, и поэтому из ширины этой темы могут быть более интересные, ну, скажем так, интерпретации, да, вот этого вот таргетинга, да, вот этого целевой аудитории. И, соответственно, здесь хорошо, когда директор тоже идет на помощь и рассказывает о том, какие рычаги, да, нужно использовать в вашей иллюстрации. Соответственно, вот это, наверное, основное, что мне важно, да, в работе с журналами, то, что там всегда остается творчество, даже несмотря на то, что журналы могут быть совершенно разной специализации, разного направления, да, и разного, соответственно, разного формата. Потому что для одного журнала, может быть, нужно рисовать обложку, а это тоже не так-то просто, как кажется, да, кажется, о, обложка классно, нарисую сейчас там свою самую лучшую иллюстрацию. Но нет. У обложек есть свои правила игры. Нужно помнить про то, что там тоже есть верстка, есть много текста, да, как расположить фигуру, если это не фигура, если сюжет, как расположить его. Если мы говорим не про обложку, а, например, про статью, то там может быть несколько картинок. Их нужно как-то согласовать, выстроить из этого целую историю, чтобы она была интересна зрителю, который потом превратится в читателя. А если это какое-то приложение, ну, например, та же самая энциклопедия джентльмена, то есть как нарисовать сразу там 10 маленьких картинулечек, которые будут еще иллюстрировать вот эти шуточные советы. То есть это уже не полостная иллюстрация, где вы можете развернуться, но и не иконка, где просто можно нарисовать там сердечко или там, я не знаю, колечко. Нет. Это все-таки маленькая, но иллюстрация. И вот как раз-таки эти тонкие грани, они важны в работе профессионала, да, журнальной графики. То есть, ну, просто мне не хочется, чтобы люди думали, что журнальная иллюстрация – это фигня. Это не фигня, это очень классно и интересно, хоть и иногда бывает сложно, иногда бывает непросто придумать какую-то интересную тему, да, для уже готовой статьи. То есть я прочитаю статью, и все равно я должна сгенерировать какой-то продукт творческий, да. И это не всегда просто, но это всегда очень увлекательно. Поэтому если вы еще не профессионал, или если вы уже там работаете иллюстратором где-нибудь в офисе, или работаете со стоками, и раздумываете, стоит ли или не стоит работать с журнальным иллюстратором, то взвесьте, насколько вы хотите, чтобы в вашей работе присутствовал процент творчества. Если творчество и вот как бы генерация там новых идей – это то, что вы хотите, то зачем вы пришли в иллюстрацию? Тогда собирайте журналы в ближайшем магазине, листайте их, находите, какие из них иллюстрированы, и пишите им, отправляйте свое портфолио, говорите, что я очень хочу быть вашим потенциальным иллюстратором, пожалуйста, посмотрите на мои работы. Если же вы понимаете, что вы хотите работать по четкому брифу, то есть чтобы вам уже придумали конкретную цель, задачу, обрисовали ее максимально понятно, а вы уже ее воплотите. То есть это тоже очень большая часть иллюстраторского мастерства. Не нужно от нее отказываться. Если вам нравится это, тогда вы готовы коммерческий иллюстратор или иллюстратор, к примеру, для стоков, потому что в стоках, в принципе, тоже всегда понятно, что рисовать. Просто берете, рисуете девочек, мальчиков, коровок, еду, и, в общем-то, это будет пользоваться спросом. Ну что ж, чтобы сильно вас не загружать, как раз вот 20 минут я проболтала. Если вам понравилось, если вам показалась эта тема интересной, то у нас есть еще на нашем сайте miridevascool.com как минимум два видео по журнальной графике. Одно из них это лекция «Обзор современной периодики», где я рассказываю о том, какие вообще форматы бывают сегодня. И второе – это, соответственно, интервью с Витей Гаусс, Галей Губченко, Лешей Курбатовым и прочими, которые, соответственно, рассказывают о своем опыте с журналами. Но если вы хотите встать на профессиональный путь иллюстратора, тогда вам точно подойдет наш новый курс по журнальной иллюстрации, потому что там я рассказываю все, начиная от обзора различных форматов графики, лайфстайл-журналы, чем они отличаются от бизнес-аналитики, от географических изданий, от, там, я не знаю, фэшн-изданий, то есть все вот это богатство. Мы с вами рассмотрим, узнаем, куда интереснее работать конкретно вам и где вы можете пригодиться. Мы посмотрим, как работать с клиентом, как читать брифы, как их разбирать, стоит ли заключать договор, если заключать, то как. И ко всему прочему, практическая часть составляет работу с форматами, то есть мы нарисуем обложку, нарисуем статью, колонку, нарисуем приложение, даже портреты колумнистов. То есть все вот это домашнее задание, все вот эти домашки, которые будут на курсе, они сгенерированы, исходя из тех брифов, которые я получаю ежедневно. То есть вот те самые верстки, GQ, Men's Health, Snob, это фактически, ну, просто такая обобщенная верстка, которую, соответственно, вы будете использовать для создания иллюстраций. Там есть, во-первых, обложка, и для обложки мы выбрали наших классных партнеров проект Bermudz. Обложка будет про искусство, ее будет очень интересно рисовать. Есть классная статья про музыкантов, тоже не какая-то сухая аналитика бизнес, да, и, соответственно, также есть портреты колумнистов, вы присуете известных иллюстраторов, и даже есть дайджест по тому, как смотреть на картину. То есть, в принципе, все интересно, и, кроме того, у вас будет огромный пласт в портфолио. То есть это такая, да, это реклама, потому что мне кажется, что курс классный, я вложила в него душу, он должен вам понравиться. Субтитры создавал DimaTorzok